Торговля, сфера транспорта, туризм и общепита оказались наиболее уязвимыми. Во время пандемии в целом экономика Казахстана снизилась до 2,6%. Такие данные озвучили сегодня на ежегодном восьмом саммите в Алматы, который собрал на своей площадке ведущих экспертов страны. Экономисты и финансисты обсуждали пути восстановления показателей, а также о необходимых мерах государственной поддержки. О чем еще говорили эксперты, расскажет Аминам Драхманов. Ежегодный восьмой СИФИО-саммит в этот раз проходит в новом формате. За онлайн-трансляцией следили десятки тысяч слушателей со всего Казахстана. А послушать было что. Острые вопросы кризиса в стране, пути решения проблем и эффективность государственной помощи. В очередной раз на площадке саммита с предложениями банкиры, финансисты, бизнесмены и представители разных ведомств. Важно использовать контрцикличные системы управления. То есть в принципе государство оказало достаточно большую господдержку предприятиям и населению в период пандемии. Однако самая главная задача, которая на сегодняшний момент существует, это то, чтобы у нас не было диспропорций и не было перекосов в рынке. То есть и вот все те госпрограммы, которые на сегодняшний момент существуют, они вносят диспропорции в систему, в рынок. Именно эти диспропорции, по словам экспертов, не дают уделить должного внимания тем проблемам, которые лежат на поверхности. Любая господдержка становится допингом и не дает расти экономике. Поэтому в рыночных отношениях регулятором может быть только рынок. Ну а в период пандемии помощь государства, как говорят экономисты, была беспрецедентной. Как для бизнеса, так и для населения. Вот до тех пор, пока у нас будет засильный госпрограмм, и все думают, что вот у него идея появилась в голове, и уже завтра можно получить кредит. Да нельзя получить кредит завтра. Ни в микрофинансовой организации, ни в банке. Нужен акционерный капитал. И вот для этого нужен фондовый рынок. И по сути дела, если вот это запустить и переформатировать госпрограммы в направлении того, что основным, первым капиталом является собственный капитал, то, наверное, тогда будут другие стимулы. Кроме экономических проблем, эксперты отметили и плюсы пандемии. К примеру, стремительное развитие цифровизации. Резкий рост потребностей в онлайн-продуктах привел к ускорению IT-технологий, на которые еще до пандемии потребовалось бы как минимум три года.